Это письмо главных редакторов пяти рязанских информационных ресурсов. Документ с подписями появился в соцсетях всего пару дней назад, но уже успел пошуметь. Дело о восстановлении на работе экс-вице-губернатора Семенова почему-то решили сделать закрытым. Официально из-за того, что там фигурирует некая гостайна. Очевидно же, что никакой гостайны в процессе не будет. Но даже если она и будет, даже если судья создаст вопрос третьим лицам, если таковые будут приглашены, а это будет очевидно представители спецслужб, у которых собственно есть монополия на раздачу и отбирание гостайны, даже если им зададут этот вопрос и спросят, а в чем собственно в деятельности Семенова государственная тайна, хотя в общем-то в положении о госслужбе все прописано и судья наверняка все это знает, то на этот конкретный момент журналистов можно удалить из зала заседания. 37-летний Михаил Семенов приехал в Рязань в сентябре, а спустя месяц его имя связали с громким скандалом. Первым о дикой охоте с участием вице-губернатора возле деревни Борец Сараевского района заявил один из авторитетных телеграм-каналов ВЧК УГПУ. Сообщалась, будто бы даже группа охотников причастны к незаконному убийству лося на 300 килограммов. Эту новость подхватили электронные СМИ региона, но поторопились с формулировками. Дескать, Семенова и руководители управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали силовики. Следственный комитет выдал опровержение, никто никого не задерживал, да и на рабочем месте оба персонажа появились. Семенов получает право на реализацию доступа к правосудию, ему никто не отказывает. То есть за Семенова я бы не переживал, хоть у этого чиновника и есть пробел в его чиновной биографии с 2018 по 2021 годы, потому что он сотрудником администрации президента на самом деле был до 2018 года. Простите, но это была немного другая политическая реальность и даже немного другая страна. Поэтому я больше не стал сейчас так сильно ассоциировать его с высшими эшелонами российской власти, но нет. Дальнейшая хронология стремительна. Экстренное возвращение Николая Любимова из отпуска, увольнение Семенова в тот же день, причем губернатор на своей официальной страничке в соцсети высказался довольно эмоционально, цитирую. «Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны». На момент выхода нашего новостного выпуска судебное заседание еще не было завершено, но все похоже на то, что одним днем рассмотрение не ограничится. А недопуск журналистов в зал суда по-прежнему вызывает у них недоумение. Максим Васильев, телекомпания Город.